В сентябре 2015 года на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций 193 государства-члена обязались включать в свою политику и стратегию развития 17 целей устойчивого развития, которые сбалансированно объединяют экологические, социальные и экономические компоненты. Для реализации этих крайне амбициозных целей, трансформации общества, нам нужна мобилизация и привлечение всех акторов государств, предприятий, ассоциаций, граждан, университетов, ученых. Всех акторов. Будучи журналисткой, я расскажу о роли, которые СМИ могут сыграть в сближении этих целей устойчивого развития и в том, чтобы сделать их более понятными для широкой общественности. Поскольку роль средств массовой информации заключается в информировании, то мы обязаны подходить к информации максимально реалистичным образом, который сможет побудить к размышлению граждан и зрителей. В сегодняшнем мире люди стали некими роботами-потребителями. Мы действуем на автомате и не осоздаем влияние каждого шага, который мы делаем на планете Земля, на нашу окружающую среду и качество нашей жизни. В нашем подходе к информации мы должны в первую очередь обратить внимание на эти вещи. Далее мы должны искать решения, предлагаемые самыми гражданами, которые иногда отличаются необычайной простотой, творческим подходом и применимы повсюду для всех форм выживания. Углубившись в сообщество граждан, мы можем встретить инициативы сближения, сосуществования, например, в форме общественного садово-оргородного хозяйства. Можно рассказать историю успеха, можно показать, как собранные окурки смогли изменить жизнь сотен компаний путем создания добавленной стоимости, продвижения экономики, основанной на знаниях, стремиться показать, что природа является библиотекой, вдохновляющей день за днём и учащей нас жить, как в природе. Это называется биомимитизм. Кроме того, мы обязаны по возможности напоминать правительствам об их обязательствах перед их стороной, перед ими самими и их избирателями. У нас также есть обязательства и право следить за выполнением этих обязательств. Цели устойчивого развития были разбиты на 169 задач, и, кроме того, существует более 250 показателей, которые позволяют нам отслеживать ситуацию на местах. Как мы, средства массовой информации, можем осуществить всё это? Прежде всего, с помощью самообучения, самоинформирования и усилий по обеспечению этого самообучения и самоинформирования. С этим хорошо справляются эти союзы и журналистские сообщества. Например, в Союзе франкоязычной прессы, членом которого я являюсь, каждый год организуются учебные курсы для членов по целям устойчивого развития, посвященные подходу к ним, способам их притворения в жизнь и информирования о них общественности. Например, в апреле прошлого года сеть, ангажированную в ТОГО, организовала тренинг для владельцев СМИ с целью повышения их осведомленности о целях устойчивого развития. Наконец, нам, средствам массовой информации, а также гражданскому обществу и бизнесу, необходимо наладить партнерские отношения, чтобы продемонстрировать свои действия в достижении цели тысячелетия для строительства лучшего и более устойчивого мира. Продолжение следует...